Этим ребятам из 11 класса средней школы номер 4, как и многим их сверстникам, слово «блокада» известно из фильмов и книг. Мало кому довелось услышать историю блокадного Ленинграда из уст очевидцев, переживших одну из самых больших трагедий Великой Отечественной войны. Нина Петровна Сизова родилась в Ленинграде и больше года ребенком прожила в осажденном фашистами городе. После военные годы Углич стал для нее второй родиной, а средняя школа номер 4 – вторым домом. Поэтому встреча Нины Петровны с учащимися этой школы накануне 65-летия Великой Победы и старте года учителя символична и трогательна вдвойне. Нина Петровна, я хочу о ней сказать буквально два слова. Я узнала ее, когда училась, сама была ученицей в этой школе. К сожалению, Нина Петровна меня не учила, так как я изучала английский язык, а Нина Петровна в нашей школе преподавала 35 лет немецкий язык. Но я видела ее в школе всегда подтянутая, красивая, элегантная. Прошло время, я сюда вернулась учительницей. И вот здесь я познакомилась с Ниной Петровной по-новому, уже как с коллегой. И хочу сказать о том, что это одна из людей, которая оставляет после общения с собой очень светлое чувство. Где бы ее не встретила и сейчас, когда она находится на пенсии. В ней всегда столько энергии, столько любви к жизни, что просто восхищаешься этим человеком. Итак, я предлагаю поговорить с Ниной Петровной, узнать о ее нелегкой жизни. Нина Петровна, вас в детские годы вывезли из Ленинграда. Расскажите, пожалуйста, о своей семье, о доме, в котором вы жили в Ленинграде. Семья была у нас большая, семь человек. Я была самая маленькая, как папа меня называл, поскребыш, когда началась война. А мне было только шесть лет. Так что вы понимаете сами, что в шестилетнем возрасте я не могла ни окопы рыть, ни у станка стоять, ни дежурить на чердаках и сбрасывать зажигательные бомбы. Нет, но это не значит, что детям было легко. Ведь война началась так внезапно для меня, как для ребенка. Я помню последний день мира, потому что в этот день умерла бабушка. Вот это у меня как отчет начался после этого. А что вы помните о проживании в Ленинграде, начале войны? Это можно сказать несколькими словами. Холод, страшный холод, голод и темнота. Голод, который доводил до сумасшествия. Зима началась очень рано. Вы знаете, вот я помню, что в октябре был снег, было холодно, топить было нечем. Мы все переселились в одну маленькую-маленькую комнатку. Куда поставили буржуйку. И вот мы все были в этой комнате. Это Полюстрово. Я вот помню Полюстровский парк. Там был ключ. И во время войны, так как воды не было, и вот бетончиком я, шестилетний ребенок, таскала домой воду. Так как дома было есть нечего, у меня, меня послали и за хлебом тоже, потому что больше было некого послать. И у меня вырвали из рук карточки. А это было единственное. Это маленький кусочек хлеба, который хлебом даже и не пахнет. Там были пыль и жмых и всякие отходы в этом хлебе. И мы остались без всего на целый месяц. И вот тогда мама променяла на базаре свою шубу на такие были большие плитки столярного клея. Вот на этот столярный клей. И по кусочку отламывали от плитки в воде талой, или то, что я приносила из ключа. Разводили, и получалось, соли не было, ребята. И разводили, и получалась такая дрожащая, коричневая, типа студни что-то такое. Ну, в общем, мы этим питались. Что еще я помню? Постоянные бомбежки. И днем, и вечером, и ночью, и утром. Вы знаете, бомбили так, что земля дрожала под ногами. Особенно страшно было ночью. Во-первых, света нет. И даже свечку зажечь. Сразу ходили дежурные, стучали колотушкой такой в стену. Закрываете. В общем, окна были завешаны черной тканью, чтобы ни капли света не просачивалось на улицу. И вот представьте, вой самолетов. Стреляют зенитки. Стреляет артиллерия. Грохот стоит такой. Где-то прерывистый гул вверху, где-то самолета немецкого. У них какой-то особый был такой, знаете, вот как завыванием, как волнами такой вот гул. По небу, пляж, прожектора ищут этот самолет, чтобы сбить его. И мы бежим в бомбоубежище. А бомбоубежище – это была вырытая траншея. Настил из досок или из бревен, я не знаю из чего, только знаю, что сверху была земля. И иногда она сыпалась в траншею. И бежим, чтобы успеть, пока не полетела бомба. Взрослые бегут, я посередине. Я, конечно, не бежала. Я летела по воздуху, ноги не успевали доставать до земли. И однажды так близко упала бомба, что все затряслось. И вот к нам, в нашу траншею, земля, которая сверху была, в общем, нас засыпала там. С тех пор мы больше в бомбоубежище не бегали. Решили все. Не я решила, конечно. Все, будь что будет, да. Вот в октябре умер старший брат. Война, голод, вспышка туберкулеза. Вот его унесла первая. Нина Петровна, скажите, пожалуйста, где до войны и, может быть, во время войны работали ваши родители? До войны я не помню, чтобы мама работала. Я знаю, что работал папа. На заводе, в то время назывался завод имени Сталина. Там делали турбины, но очень быстро все изменилось. Вот я вам говорил, что 8 сентября началась блокада. И уже в начале блокады завод был переоборудован на военный завод. Вот здесь стоит в расстегнутой рабочей куртке. Это мой отец. В феврале он не смог дойти с работы до дома. Он дошел до тумбы и сел. Такие были при дороге такие тумбы. И мы с мамой его на маленьких детских саночках везли домой. Мы даже не могли поднять его на второй этаж. Я помню, это лестница деревянная была. И очень узкая. И вот мы его с трудом затащили. И я единственное, что помню, мама плакала. И где-то она нашла какую-то корпус хлеба, что ли. Она сделала в воде, ее размочила, вот такую тюрю. Сделала и пыталась ему чайной ложкой влить в рот. Я помню, вот в горле у отца булькало, и уже не проходило туда ничего. А на другой день в большой комнате, там морозильник был, конечно, простыня разложена на полу. Мама сидела и зашивала отца в эту простыню. На этом обрываются воспоминания. Помню только дорогу, длинную дорогу. Может, на длинную, потому что мы едва шли. И вот на детских саночках везли отца. Мы захоронили на братскую могилу. В братской могиле. Естественно, саночки маленькие. По пояс. Он где-то лежал на саночках, а ноги скребли по дороге. Вот этот скрип. Прошло сколько лет. Я помню. Остались, понимаете, в памяти остались и запахи, и вкусы, и вот слуховые такие моменты, которые не забываются. Во время войны мама работала в госпитале. И в мае 42-го года нашлась дежурство. Была бомбежка. И осколок от снаряда попал маме в голову. И я осталась одна. Почему-то я не могла попасть домой. Висел большой замок. Я помню, что я сидела на обочине дороги, куда мне не велели уходить. Я сидела на обочине дороги и ела траву. Вот придорожная трава, я не знаю, жесткая, в пыли, она так скрипела на зубах. Я не знаю, сколько это я там сидела, я не знаю, но у меня какая-то женщина подобрала и в распределитель в Ленинградский. У нас у всех во время войны, у всех детей, и у меня в том числе, всегда через плечо была сумочка сшитая. В сумочке она была застегнута, и там лежало кто я, откуда, сколько мне лет, мой адрес. В общем, все данные о ребенке. И в распределителе, я помню, большая комната, где плотно-плотно стояли кровати. Я не знаю, сколько, ну, недолго мы там были. В распределителе в этом, около моей кровати, была, еще были две кровати, вплотную стояли. Это была, мы познакомились, Валя Ходжина, Вера Ходжина. А ночью к нам прибегал, прибегал, приходил еле. Их братик, маленький, кривоногий, большой живот, большая голова, и он еле шел. И вот он со слезами забирался к нам в середину, и мы его согревали. Вот с этими тремя ребятами, особенно с Валей и с Верой, нас вот до сих пор связывает дружба. Скажите, пожалуйста, помните ли вы момент эвакуации? Расскажите подробно. В один из дней нам, всем у нас отобрали наши шапочки, панамочки, все они были, у кого что. И надели нам на голову голубые шапочки. Они, знаете, вот такие тянущиеся, ну, как раньше были чулки, вы не знаете. Как раньше были чулки. Они тянулись во все стороны, в длину и в ширину, и вот нам эти голубые шапочки такие одели на голову. Нам, конечно, свои было жалко, мы плакали, не хотели отдавать. Нам сказали, вот вы знаете, вот вы пойдете, вот сейчас на улицу выйдете, пойдете к пароходу, а фашист прилетит, увидит вас и подумает, что это цветочки голубенькие, и бомбить вас не будет. Ну, естественно, мы все эти шапочки натянули и вот пошли. Нас водили, водили по Ладожскому озеру. Было неспокойное, бурное такое. Стояли вот эти четыре катера, и с берега на борт были положены две доски. И, знаете, мне казался большой. Я все время говорила, пароходы, пароходы. Я так удивилась, когда вот Нина Николаевна, которая нас вывозила, сказала, вот нас вывозила из Ленинграда. Она училась в Герцогском институте, нас везла по Ладоге. Была в нашем детском доме воспитателем, нашим любимым. Потом с 49-го года была директором, до 49-го года, ошибаюсь. А в 49-м году ее приказом перевели в Ярославль, в детский дом, как мы говорили, одаренных детей. Там музыкальное воспитание получали ребята. И вот она говорила, что были катера. А мне казалось, такие большие пароходы, и нас в трюм заводили. Я сидела у самого иллюминатора. Вода хлистала в иллюминатор, просачивалась. Я, по крайней мере, была мокрая вся. Дети плакали, было страшно, темно. Потом ходили взрослые, какой-то кисленькой водичке давали попить. А потом в иллюминатор стали биться бревна. В общем, что-то стало ударяться в иллюминатор. И вообще было так страшно, что сейчас пробьют его, и мы... Вода захлестнет, и нас пойдем ко дну. Оказалось, что... Вот опять-таки Нина Николаевна рассказывала это. Было четыре транспорта с детьми. И идущий перед нами один из транспортов немцы... Нас самолеты наши сопровождали. Но прорвался немецкий бомбардировщик, и началась бомбежка, и один из вот этих катеров с детьми был разбит, разбомблен. Все погибли. А потом нас везли. Я не знаю, сколько мы по этой Паладоге ехали. Я помню, что потом по железной дороге. Ехали только ночами. В вагонах... Там просто солома была настелена. Наверное, раньше скот перевозили, потому что стены были испачканы. И в таких вот вагонах нас везли по ночам. А потом я не помню. Я только помню, как мы шлюзовались. Вот здесь у нас в уличе. Потому что когда вошли в шлюз, нам часть была... Весь был пароход заполнен детьми. И нам сказали, ребята, лягте. То ли тревога началась, то ли чего. Но мы, приученные, зная, что такое бомбежка, мы, конечно, все на палубу легли и головы не поднимали. И я помню, как мы к набережной подъехали. Вот к нашей угреческой. Народу было очень много. В основном женщины. Все стояли, плакали, утирали платками лицо. И по берегу сейчас лестница, да? А тогда не было. Тогда были две доски проложены и перила, за которыми можно было держаться. А по бокам, ребята, выше роста нашего лебеда. В Ленинграде это же... Не было ни травы, кору с деревьев объедали, ни лебеды. Это вообще деликатес был. Ни птиц, ни кошек, ни собак. Жутко было. Люди ходили, как тени. Голодные. Мотало. Представьте, они же еще и работали. С 1941 года, с 8 сентября, было 3,5 миллиона, плюс несколько тысяч беженцев. И по 1, 1 июля 42 года, только за один год, было похоронено почти 2 миллиона ленинградцев. Похоронено вот так вот в простынях, кого просто вывозили на машинах. Ходили сами чуть живые дежурные по районам, по этажам. Квартиры не закрывались, конечно, потому что было так, лежит мертвая мать, около нее ребенок еще живой. Вот мать выносили, внизу на нижней площадке складывали вот эти трупы, потом приходила машина, увозила. И вот как раз по нашей улице шли такие груженые машины, покрытые брезентом. То рука, то нога видна из-под брезента. Знаете, вот эта оборона Ленинграда, это в истории Великой Отечественной войны, это было единственное вот такое долговременное и столько жизней унесшее сопротивление народа, такое героическое, когда люди голодные, едва держась на ногах и находили силы еще работать и защищать город. Ведь 900 дней и ночей это продолжалось. И даже Йозеф Гебберес слышали о таком? Да? Министр пропаганды оценил это. И когда наши уже громили, наши войска громили немцев на их земле, он сказал, что если бы не Ленинград, не быть бы советским солдатом в Германии, в Берлине. и если бы вы защищали свои города так, как это делали ленинградцы, тогда бы не пришлось получать то, что заработали, что заслужили. То есть даже он высоко оценил подвиг этого города, подвиг жителей Ленинграда и тех, кто его защищал. Ну, вас не смущает вот то, что я тут при параде. Знаете, вот только эту я заслужила. Это только вот эту это ветеран труда. Я 52 года отработала в школе. Так что это кровное, заработанное. А остальные это заработали мои родители. Это заработали те ленинградцы, которые остались на Пискаревском кладбище. Это заработали те, кто защищал Ленинград. Так что это заслуга их. Роман, большое спасибо вам за интересный рассказ. Делаем вам всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Приходите к нам лет, если мы вас любим. Я вас тоже люблю. Спасибо. Редактор субтитров Редактор субтитров